Покори нашу волю Твоей воле Открой наши уши, чтобы мы слышали Твое Слово Не только стали слышателем Твоего Слово, но стали делателем Твоего Слово Мы просим Тебя, Боже, послать Твое помазание, что делает проповедование легким, а слушание приятным и наслаждением Говори к Твоим детям не как к младенцам, а как к отцам, не из внешнего двора, но из святого святых Мы не пришли за хлебом, мы пришли за мясом, корми нас, пока мы не насытимся Важнее, чем все эти вещи Обличи грешников в их грехах и приведи их из Царства Дьмы в Царство Твоего Славного Света Для этого проповедь Евангелия должна быть усилена Твоим помазанием сегодня, чтобы люди могли узнать, что Ты есть единственный истинный Бог, и кроме Тебя нет другого Подтверди Твое Слово чудесами и знамениями, чтобы люди могли покинуть это место, зная, что Ты все еще целитель Что Ты все еще освободитель, все еще спаситель, все еще благословитель И мы будем внимательными, чтобы воздать Тебе славу, честь и хвалу во имя Иисуса, нашего единственного Господа Аминь, аминь Давайте, поклонитесь Господу, уделите 30 секунд, минуту и скажите что-то Господу, поклонитесь Ему Ибо Он достоин всей хвалы Можете садиться Мы почитаем и уважаем Господа сегодня И мы действительно всегда рады, как Давид сказал Я обрадовался, когда сказали мне, пойдем в Дом Господень Мы рады быть здесь с моим другом и коллегой в служении Он позвонил мне прошлой ночью Сказал, мы будем здесь работать в церкви весь день Мы будем работать всю ночь Давай с нами Я был в восторге и был почтен быть здесь У вас, ребята, невероятный пастор, который любит Бога И он не просто так проповедует, он так живет Вы не видите много пасторов в церкви, работающими всю ночь Они говорят всем остальным быть там, но вы не видите их там И поэтому это невероятное свидетельство его вовлеченности и посвящения тому, что Бог делает и говорит здесь, в городе Беркли Аминь Вы, ребята, поддерживаете и помогаете ему вашими финансами, вашими присутствием, вашими молитвами Все устроено Богом Одна вещь, которую я обнаружил в моей жизни, это то, что ничто не происходит случайно или по совпадению Бог имеет цель в его жизни Все, что произошло в твоей жизни, божественно устроено Богом, чтобы поместить тебя И это то, о чем я буду проповедовать сегодня Чтобы поместить тебя в то место, где Бог хочет благословить тебя Он не может благословить тебя Часто так бывает, что Он не может благословить тебя в том месте, где ты есть И поэтому Бог будет допускать вещи и ситуации Он будет допускать людям покупать имение рядом с вами Просто чтобы Евангелие услышали люди, которые никогда бы его не услышали Часто случается так, что Бог не будет исполнять наши молитвы очевидным образом Но когда ты начнешь понимать измерение Божьего Слова, а Бог говорит на стольких разных уровнях Ты увидишь, что то, что Он обещал тебе, Он вообще-то уже исполнил Но не так, как ты думал, это будет исполнено, но так, как Он намеревался, чтобы это было исполнено И иногда ты ходишь злой и расстроенный, потому что ты чувствуешь, как будто ты не получил того, что Бог хотел, чтобы ты имел Если ты уделишь моменты и посмотришь назад на это, то осознаешь, что если бы Бог дал тебе то, о чем ты молился, ты бы был несчастным сегодня Поэтому Богу нужно было дать тебе то, что тебе было нужно, а не то, что ты хотел В православной церкви и церкви, частью которой я являюсь, мы говорим, Христос родился, славьте Его Это часть того, как мы приветствуем друг друга в православных церквях И во время этого рождественского сезона, когда мы вспоминаем Христа У нас нет времени спорить и дискутировать, рожден ли Он 24, 25, 6 сентября, октября, ноября Мы просто рады, что Он был рожден Аминь И мы хотим оставаться в этих рамках в этом сезоне Я не буду долго, у меня нет часов, и я не знаю, как получится В Евангелии от Луки, Лука-евангелист, он не был очевидцем жизни Иисуса Он врач, который по причине необходимости начинает писать Евангелие Марк и Матфей и Иоанн все были апостолами, были там и видели с первых рук события, которые вели к рождению христианства Лука переписывался с человеком по имени Феофил Феофил был великим греческим ученым Лука был врачом Врач имеет дело с чем бы то ни было С пониманием точности Потому что если врач пойдет слишком далеко вправо Если он разрежет слишком далеко влево Если он даст неправильное лекарство Это может стоить кому-нибудь жизни Поэтому, когда он имеет дело с важностью Евангелия Он работает с этим с точностью Которую мы должны понимать Потому что никто не был более подготовлен осознавать важность того, чтобы делать что-либо точно И опасность того, чтобы сделать что-либо не точно Итак, Лука не был очевидцем Он был, возможно, более безупречный и четкий, чем другие писатели Потому что у других писателей была роскошь иметь их эмоции вовлеченными Здесь не было эмоциональной привязанности к Иисусу У него не было роскоши есть рыбу, которую Иисус умножил и пить вино, которое Иисус дал на вечеринке Его не было там, когда Иисус ходил по воде, и Петр тонул И спустя годы они смеялись над этими Апостолы смеялись над Петром и говорили Помнишь, как Иисус выхватил тебя из воды, и ты выглядел как глупец? Все такое Ты же рыбак У него не было такой роскоши Его посвящение Евангелию и Христу было точность, чтобы другие люди знали без всякого сомнения Что то, что он записал и написал Было предельно важно Потому что, как доктор, он имел дело с человеческими телами Но Евангелие будет иметь дело с человеческими душами И доктора знают, что есть только вот столько, что они могут сделать Прежде чем тело полностью перестанет работать Доктора приходят к концу своей карьеры, зная, что есть некоторый момент, когда тело говорит Все, мне конец, я покончил с этой жизнью Нет ничего, что доктор мог бы сделать сверх этого Но Евангелие может взять человека сверх той жизни Которую врачи всю жизнь пытаются сохранить И Евангелие может обеспечить тебе вечную жизнь Евангелие от Луки, 2 глава, 1 стих Лука в своей первой главе анонсирует Беременность Марии Перед этим объявление о рождении Иоанна Крестителя Беременности Елизаветы Их встречу Во второй главе, в первом стихе, говорится следующее В Евангелии от Луки И случилось в те дни, что закон вышел от Цезаря Августа, чтобы весь мир был обложен налогом Эта перепись была впервые в правлении Квиринея к Сирию Итак, все пошли записываться и быть обложенными налогами, каждый в свой город Стих 4 Иосиф тоже пошел из Галилеи, из города Назарета, в Белгею В город Давида, называемый Вифлеем Потому что он был из дома и рода Давида Чтобы записаться с Марией, его обрученной женой, которая была беременна Когда же они были там, исполнилось время ей родить И она родила своего первенца И спеленала его, и положила его в ясли Потому что не было ему места в гостинице Я хочу проповедовать сегодня утром на тему Быть в правильном месте в правильное время Прежде чем мы имеем дело со второй главой Луки Мы знакомимся в Евангелии Луки, во-первых С мужчиной и женщиной Которые рождают двоюродного брата Иисуса Иоанна Крестителя И Библия говорит, что Мария, в первой главе Когда ангел Господень является Марией, говорит ей, что она забеременеет чем-то Что не от мира сего Первые слова, которыми Мария отвечает ангелу, это Как это может быть, если я мужа не знаю Когда ангел Господень говорит, вот Мария, у тебя будет ребенок, его имя будет Иисус, ибо он спасет его народ Иисус это аббревиатура от Иешуа на иврите, что является аббревиатурой Яхошуа, то есть Я-ко-шуа Я-первый слог слова из четырех букв, четырех непроизносимых согласных, что составляет имя Яхве Яхве это неправильная транситерация слова Изначально мы берем гласные слова Адонай, которое означает Господь на иврите Потому что евреям не разрешается говорить имя Бога, поэтому они используют слово Адонай вместо того, чтобы говорить Бог, которое означает Господь Вы берете гласные из Адонай, потом вы берете Я-д-хе-ва-вхе, то есть Яхве на иврите, добавляете буквы к этому, что впоследствии дает нам слово Яхве Итак, теперь Джошуа это перевод Бог, который спасает Джошуа Я, который спасает Иисус это аббревиатура, краткая форма Иисус означает спасение Но в его оригинальном переводе это Яхошуа Бог, который спасает Это означает, что неотъемлемо в имени Сына есть имя Его Отца Понимаете, когда вы говорите Иисус, вы призываете Отца Вам не нужно определенно называть отдельно от Него Когда вы говорите Иисус, вы вовлекли и призывали все, что может быть Богом Павел намного позднее говорит нам Что полнота Божества была в Иисусе телесна Бенни Хин написал книгу неправильно Боже, благослови его, но он написал книгу неправильно И сказал, что церковь была верна поколению Отца, была верна поколению Иисусу Но они пренебрегли Духа Святого Он сказал это в своей книге «Доброе утро, Дух Святой» И я склоняюсь не соглашаться с этим писателем В том смысле, что ты не можешь пренебречь никакой частью Бога Когда ты поклоняешься Иисусу Христу, когда ты говоришь «Иисус» Бог не страдает низкой самооценкой, он не принимает эти депрессанты, не принимает таблеток И не ходит к психиатру дважды в неделю, чтобы пережить день Когда ты поклоняешься Ему, Он полноценен, и это полноценно Поэтому Библия говорит, что ангел говорит, что Его имя будет Иисус, ибо Он спасет Его народ И потом Библия говорит, что Мария говорит, как это может быть, если я мужа не знаю Всегда есть спор Что когда Бог призывает кого-либо, или Бог начинает иметь дело с кем-либо Плоть всегда будет пытаться приписать себе заслугу за то, что Бог делает в вашей жизни Кто-то всегда хочет объявить, что именно они были те, кто помог вам пройти что-либо Они были те, кто помог вам Но в действительности, то, что изумляет меня в этом тексте, это то, что Мария говорит Как может это быть, как это может произойти, если я никогда не была в семинарии, если я никогда не была в библейском колледже Как это может быть Бог, тот, кто нашел меня, когда я не искала Его? Видите, тайна помазания в том, что не те ребята, которые хотят помазания, получают помазание Это человек, который просто живет свою жизнь, будучи голодным по Богу Они не пытаются быть Айоной, не пытаются быть Хуанитой, не пытаются быть Джеки Маккаллой, не пытаются быть Нойлом Джонсом, не пытаются быть епископом Джейксом Они просто пытаются быть христианами И у Бога есть плохая привычка найти ребят, которые не хотят быть в служении Не хотят обязательно быть использованными Он находит их, и вы хотите задать вопрос Почему ты призвал именно меня? Я был счастлив, делая то, что делал Я не пытался быть помазанным, я просто пытался быть спасенным Но ты нашел меня там, где я был Потому что Богу нужны люди, которые будут говорить то, что Он говорит, без необходимости, спорить вверх своего эго и давать свои толкования Меня всегда поражало, что люди, которые хотят быть в служении, очень редко становятся подготовленными быть в служении Те, кто хотят проповедовать наиболее сильно, обычно самые худшие проповедники Но те, кто находятся в преследовании Бога Одно местописание, это был Амос Кто сказал, я не был ни пророком, ни сыном пророка Я пас овец у отца моего и собирал сикаморы И Господь взял меня Видишь, это мой друг, это предисловие пророка Предисловие пророка, это Я не был ни пророком, ни сыном пророка Я собирал сикаморы и пас овец у моего отца Другими словами, я не делал ничего, что предположило бы или дало бы мне какое-то право на это И Бог нашел меня не заинтересованным в служении, но заинтересованным в нем Понимаете, иногда ты можешь быть настолько заинтересованным в служении, что в действительности ты не заинтересован в Боге Ты заинтересован в том, чтобы кто-то носил за тобой твой портфель Влюбился в кого-то, называющего тебя преподобный, в кого-то, позволяющего тебе носить Молитвенную шаль или что-то подобное Ты сбился с пути, пытаясь получить особое место на парковке для твоего мерседеса Все, что ты видишь, это роскошь служения, но не боль, которая стоит за этим Так что Бог находит людей, которые говорят Как так может быть, если я никогда не просил об этом, я никогда не хотел этого Но Бог взял меня Бог Теперь смотрите На иврите слово «взял» это то же самое слово, что и «насилие» Это означает, Бог сделал меня беременным чем-то, о чем я даже не знал, как заботиться Вот Мария Мария говорит, я не глупая Я знаю, как девушки беременеют Я не должна быть беременной Смотрите Его народ будет продолжать преуспевать и выживать Понимаете, секрет Израиля К успеху Был в том, что израильтяне были очень плодовиты И поэтому неважно, как много раз враги убивали их У них было по 15-20 детей у каждого И поэтому это общество и существовало И Бог знал, что для того, чтобы мир продолжал преуспевать и расти И человечество наполняло бы землю, будучи плодовитым и умножалось бы Ему нужно было присоединить удовольствие к интимным отношениям Побочный продукт удовольствия, ассоциируемого с интимными отношениями Кто-то сказал «аминь» А остальные делают вид, что не понимают, что происходит здесь И поэтому некоторые из вас одиноки А другие не имеют детей Ладно, послушайте Давайте, говорите на языках сейчас Итак Мария Чтобы обеспечить распространение вида Он присоединяет удовольствие к интимным отношениям У Марии Нет привилегии какого-либо удовольствия Связанного с ее беременностью Вы не понимаете этого Все, что когда-либо она будет знать Это ответственность, которая связана с беременностью Никогда не удовольствие Которая приводит Вы не слышите меня Вы не слышите меня Потому что когда ты действительно призван к вещам Божьим Когда ты действительно призван к вещам Божьим Тебе нужно быть освобожденным от необходимости чувствовать себя хорошо И от людей, поддерживающих тебя И похлопывающих тебя по спине И говорящих Какой ты великий проповедник и какой ты великий евангелист Ты должен делать это, потому что ты любишь Бога Если они никогда не послушают Если никогда не изменятся Если им не нравится Ты все равно должен делать это, потому что это все, что ты знаешь Библия говорит, что Мария спрашивает ангела Как это может быть? Если я мужа не знаю Как, как, как? Если ты действительно помазан Ты будешь задавать этот вопрос всю твою жизнь Ты никогда не будешь чувствовать себя достаточно хорошим Ты никогда не будешь чувствовать себя имеющим право Ты никогда не будешь чувствовать себя, как будто ты достоин этого призвания Мне не важно, сколько человек покупает твои записи и читает твои книги Ты никогда не будешь чувствовать себя достойным быть в присутствии Я когда спросил меня «Епископ Эш, вы когда-нибудь нервничаете, когда вас приглашают проповедовать в церкви?» Я проповедовал на конференции в Индии, где наибольшее собрание христиан в мире, 500 тысяч Мне нужно было много помощников. Мы служили в Духе Истины. В церкви Эдилонга, там 36 тысяч человек. Вы когда-нибудь нервничаете, когда поднимаетесь за эту кафедру? Я сказал ему вот что. Я ученый. Я отдал свою жизнь. В лучшем случае, я ученый. Я студент. По крайней мере. Но я никогда не нервничаю в том смысле, что я чувствую, будто бы я не подготовился ответственно. Я никогда не прихожу перед народом Божьим плохо подготовленным. Потому что задание, которое передо мной, настолько серьезное, что я всегда удостоверяюсь, что я сделал достаточно, чтобы преподносить народу Божьему, который зенится око его, лучшее. Не приглашай моих детей в твой дом, где ты своим детям подашь бутерброд с мясом, а моим кинешь бутерброд с ливерной колбасой. Но я всегда в страхе. Потому что, как бы хорошо я ни знал коптские и арамейские спешиты, сирийские и западные традиции, будучи способным переводить оба текста, несмотря на то, как сильно я знаком с греческим, обычным греческим, на котором говорили люди, на котором написана Библия, насколько бы я ни был знаком с раввинской литературой на иврите из Ветхого Завета, насколько бы я ни ознакомился с этим, когда я прихожусь за эту кафедру, я всегда прихожу в страхе. Помня, что я не заслуживаю, несмотря на то, какой степени, на скольких языках, насколько я хорош в том, что я делаю, я не заслуживаю того, чтобы быть здесь. Как может это быть, если я мужа не знаю? Это возглас Марии и Библия. Дайте скажу вам кое-что. Библия говорит, что сразу после этого Иосиф пытается отпустить ее. Дайте скажу вам кое-что. Когда ты становишься беременным Божьей целью, люди в твоей жизни, которые не могут приписать себе заслугу за это, которые не понимают этого, они будут пытаться избавиться от вас. Твоя величайшая битва будет от тех, которые ближе всего к тебе, потому что они не понимают, почему Бог избрал тебя и не информировал их. Есть причина. Дайте скажу вам, вы знаете, почему Библия говорит следующее? Я никогда не понимал этого паста. Но Библия говорит вот что. Пророк не имеет почести своей родной земли. Я не понимал этого. Дело в том, что когда ты слышишь голос Бога, и ты говоришь от имени Бога, легко стать высокомерным и гордым. Так что Бог вынуждает тебя жить в твоей собственной земле, потому что должно быть кое-какое место, куда ты придешь домой, где ты не евангелист. И это место, которое напоминает тебе. Ты есть тот, кто ты есть. Оно смиряет тебя и возвращает тебя к реальности. Одно из того, что я нашел в служении, это то, что большинство ребят, которых мы оценили в служении, включая меня в прошлом, вдруг мы все начинаем думать, что мы первые кузены Богу, как будто у нас есть его номер социальной страховки, его пин-код. А правда в том, что Мария, после получения такого откровения, возвращается домой к Иосифу, и Иосиф хочет отпустить ее, потому что он не понимает этого. И Бог предопределяет, чтобы в твоей жизни были люди, которые не понимают тебя, потому что это будет хранить тебя смиренным. И величайшая разрушительная сила для помазания — это гордость. Мария, она говорит, «Как это может быть, если я мужа не знаю?» И Библия говорит, что Иосиф говорит ей, что он хочет отпустить ее, потому что она беременна, и он не хочет предать ее позору. И ангел Господень является Иосифу. Бог посылает ему откровение и говорит, «Иосиф, этот ребенок, которым она беременна, это от Господа. и подтверждает, и утверждает». Вы понимаете, что люди не будут понимать. И вам нужно прекратить убеждать людей понять вас. Люди не будут понимать вас, пока Бог не проговорит к ним. Вы не можете заставить Бога говорить к ним, и вы не можете заставить людей понять. И поэтому иногда вам просто нужно вести себя таким образом, что... Понимаете, дайте скажу вам, почему Иосиф пытался отпустить ее. Иосиф, по привилегии того, что он был мужчина в синагоге, мог взять эту девушку, которая была обручена ему, и придать ее смерти. Но Мария, должно быть, вела себя так, что когда... когда парень, который никогда не прикасался к ней, получил новость о том, что она беременна, вместо того, чтобы попытаться убить ее, он захотел защитить ее и отпустить ее, чтобы никто не мог презирать ее. Вы понимаете, что смирение, в котором должна была ходить Мария, на любой другой человек убил бы ее, любой другой пошел бы на такшоу и сказал, «Я хочу сделать тест ДНК на отцовство». Любой другой человек предал бы это огласке и сказал, «Я же говорил, что она не была хорошей и не была невинной. Я здесь ни при чем». Вот что сделал бы любой другой мужчина. Но эта девушка держала себя... Вы понимаете, что когда у вас есть помазание, когда Бог дает тебе дар, то то, как ты держишь себя, определяет то, насколько далеко достигнет твое послание. И если ты рассказываешь вокруг, поступая как двоюродный брат Бога, и как будто ты уникум, неважно, сказал ли тебе Бог, в какой день, в какой час и в какую минуту придет Иисус, никто не будет слушать тебя, потому что они не могут достичь слова из-за твоей личности, которая на 10 метров впереди. Итак, Библия говорит, что Он сказал, что Он хочет отпустить ее, но Бог посылает ангела, и в конце концов, через череду событий, Библия говорит, что она приходит к месту... Это тяжело иметь дело с помазанием. Позвольте мне кое-что сказать вам. Это тяжело по-человечески иметь дело с тем, что Бог открывает тебе. Я обнаружил кое-что. Я делился этим с другом на этой неделе. Я сказал, Бог никогда не предопределял, чтобы мы ходили под помазанием 24 часа в день, 7 дней в неделю. Это слишком много, это слишком велико. Человеческое тело и человеческий разум не может вместить. Есть сезоны, когда я в нем, есть сезоны, когда я буду ходить в нем с утра, пророчество, как пальцами щелкнуть. Вы все знаете, вы все видели меня в определенном помазании. Выстраиваю луху двери, и каждый чпок, шмяк. Есть другие сезоны, когда Бог молчит. Люди тянут пророчество, и лучшее, что я могу дать им, это... Бог благословит тебя, все будет хорошо, продолжай продолжать. Продолжай продолжать. Это не то, чтобы я уклонился, и Бог перестал говорить не потому, что он зол, но потому, что я сойду с ума. Понимаете, вы не можете быть в присутствии Божьей 24 на 7 и быть адекватным по отношению к людям. Есть некоторые люди, которые настолько спасены и настолько гублокие, что ты... Когда ты видишь, что они подходят, ты начинаешь закрывать шторы, замыкать двери. Некоторые из вас знают, что если кто-то поймал твой взгляд на служение, и ты знаешь, что этот человек направится прямиком к тебе, ты просто... И ты ждешь, ты слушаешь благословения. Что я говорю одному, я говорю всем, и ты уже взял свою сумку своих детей и ключи, пытаясь уйти, пока этот чудак не подошелся... И со своим... Господь сказал... Я называю их пророками на парковке, пророками в туалете. Никто не позволяет им ничего делать в церкви, но они должны зацепить тебя за поворотом. Иди сюда. Господь говорил ко мне для тебя. Библия говорит, что ты можешь быть под таким помазанием, и это приведет тебя к тому, что ты потеряешь свое соответствие человека. Поэтому Богу нужно убирать свое присутствие, чтобы научить тебя, как искать его лицо. Понимаете, если Бог всегда присутствует, ты становишься в некотором роде ленивым, потому что мне нужно искать того, что всегда присутствует. Библия говорит, если мой народ, который называется моим именем, смирит себя, будет молиться и искать моего лица, этот процесс поиска, это то, что приносит откровения. То, что всегда в изобилии очевидно, не имеет нужды в исследовании, но то, что начинает прятаться в тени, вынуждает меня к необходимости копать. Понимаете, Библия говорит, что это слава Бога скрывать нечто. Могу я пророчествовать вам, что Бог прячет это, потому что это процесс. Это то, где Бог начинает открывать то, кто Он есть. Знаете, есть некоторые вещи, где вы знаете меня. Вы все знаете меня. Вы знаете, епископ Эйш, вы знаете, что я наполню черный. Вы знаете, что я белый, и вы знаете, что у меня есть некоторые афроамериканские склонности. Вы это знаете. Вы знаете, что я вырос в церкви Ассамблеи Божьей. Вы знаете, это все очевидно. Вы знаете, что я хлопаю на слабую долю, но не на сильную. Это те вещи, которые вы знаете, и они просто общие вещи, общая информация. Вы знаете, есть другие вещи, которые мне нравятся. Мне нравятся костюмы Армани, мне нравится их покрой, это классика, она живет вечно. Мне не нравятся эти новомодные, новооткрытые вещи. Я не пытаюсь это. Это просто то, кто я есть. Знаете, это маленькие простые вещи, но есть вещи, которые знают мои друзья, которые они не узнали прямо сразу, их личные наблюдения насчет меня. Они скажут тебе обо мне то, что я люблю пить, что я люблю есть и как я люблю есть. Я не буду есть мясо, если оно среднее или хорошо прожарено. Если оно не мычит, когда оно подано к столу, я не буду есть этого. Это то, чем я обычно отличаюсь от афроамериканского общества, потому что... Они хотят, чтобы оно было мертвое, а я хочу живое. Они хотят быть уверенным, что оно не уйдет со стола, а я хочу видеть, как оно идет на стол. Но это те вещи, которые мои друзья могут знать. Это те вещи, которые самые близкие ко мне люди, люди, которые знают меня, знают, что если ты хочешь сделать мне подарок, то лучше всего дать мне подарочный сертификат книжного магазина, потому что я могу просидеть в книжном магазине весь день. Ты можешь оставить меня там утром и приехать забрать меня ночью, и это самое счастливое место для меня. Я бы лучше сделал это, чем пошел бы в кино, лучше бы сделал это, чем пошел на пьесу, лучше сделал это, чем пошел в музей. Я бы лучше сидел с книгами. Я в некотором роде книга-поклонник. В смысле, поклонник книг. Это то, что мои друзья знают. И так же с Богом. Есть вещи, которые ты знаешь о Боге. Общие вещи. Но те, кто начинают искать Его, теперь здесь головоломка. И вот она в чем. Библия говорит, что ни один человек никогда не может видеть Моего лица и остаться живым. Никто никогда не видел Моего лица и остался живым. Но стихи в Библии говорят, если ты взыщешь лица Моего, теперь, почему ты говоришь мне искать чего-то, что убьет Меня? Потому что Бог сказал, я не могу использовать тебя, если ты живой. Поэтому мне нужно пригласить тебя искать Моего лица. И теперь, когда ты видишь Меня, то, что ты видишь Мое лицо, убьет тебя. Но когда я убил тебя, тогда Христос, который в тебе, может ожить и прославить Мое имя. Теперь я понимаю, почему людям не нравится молиться. Потому что они не хотят умирать. Для себя. Вы со мной? Вы со мной? Библия говорит, что они приходят в дом Елисаветы. И когда они приходят в дом Елисаветы, Мария думает, что она сосла с ума. Вы будете думать, что вы сходите с ума, когда вы верны тому, что Бог сделал в вашей жизни. И Мария, Библия говорит, что когда она пришла туда, Елисавета выходит, и то, что внутри утробы Елисаветы, начинает подпрыгивать. Потому что он узнает то, что внутри утробы Марии. И послушайте меня. Ты будешь думать, что ты сумасшедший, пока ты не встретишь кого-то еще. И это прекрасная вещь насчет проповедования. Знаете, иногда я могу проповедовать. Когда я наблюдаю за людьми на скамьях, я могу видеть, что их лица просвещаются. И тогда я могу сказать, что я не сумасшедший. Я могу отложить таблетки сегодня, потому что я не псих, потому что я слышу еще кого-то, кто говорит, подтверждая то, что Бог показал мне. И время от времени Бог будет посылать к тебе Елисавету, чтобы сказать, ты не единственный, кого Бог помазал. Ты не единственный, кому Бог говорит. Ты не единственный, кто беременны чем-то, что противоречит правилам. Библия говорит, что Мария... Я почти закончил с моим вторым пунктом. Библия говорит, что Мария, когда она пришла туда, то, что было в утробе Елизаветы, начало подпрыгивать, начало поклоняться, начало... Слово там на иврите, харанан, по-гречески, сарат, оно означает прыгать, скакать. Это форма хвалы. Это делается часто на греческих свадьбах, греческих танцах. Это означает прыгание, которое означает поворачиваться вокруг. То есть, когда я прыгаю, я не просто прыгаю вверх и вниз. Это... Вы можете видеть людей на Ближнем Востоке. Они делают это, и они поворачиваются. Знаете, у меня есть проблема с этим, потому что мне всегда говорили, что когда ты лицом к лицу с врагом, не надо поворачиваться спиной к врагу, потому что ты не можешь доверять ему. Научись ходить спиной возле некоторых ребят. Слава богу, увидимся на следующей неделе. Не поворачивайся спиной. У некоторых есть роды, которым нельзя поворачиваться спиной. Их семьи. И после семейного праздника ты скажешь ему, ну, в следующем году увидимся. Тут проверяешь свой кошелек, свою сумку. И поэтому прыгание, прыгать и поворачиваться, что является там термином хвалы, означает вообще-то быть радостным. Означает поворачиваться спиной. Почему я буду поворачиваться спиной к врагу, когда я вас хваляю? Если я единственный, кто сражается. Ты можешь поворачиваться спиной к хвале, потому что есть кто-то, кто прикрывает твою спину к хвале. И Библия говорит, то, что было в утробе Елисаветы, подпрыгнуло. Теперь будьте внимательны. Библия говорит, что пока все это происходило, Мария была в Назарете. Теперь, Мария на девятом месяце беременности. Она уже вот-вот должна родить то, что внутри нее. Но она в Назарете. Она находится в Галилее. А то, чем она беременна, не может быть рождено просто где угодно. Вы не слышите меня. И Библия говорит, что Цезарь облагает налогом весь мир. Каждый должен платить налоги. И ты не должен платить налоги в ближайшем офисе, но ты должен идти в город твоего отца. Почему Цезарь ни с того ни с сего решил обложить налогом весь мир? Потому что одна женщина была не на месте. И весь мир был обложен налогом, чтобы переместить одну женщину из Галилеи в Вифлеем. Потому что она была беременна чем-то, что не могло не могло быть рождено где попало. Понимаете, недостаточно просто быть спасенным. Ты должен быть в правильном месте в правильное время, чтобы родить то, что Бог дал тебе внутри тебя. И ты думаешь, ну, епископ Эш, если я так помазан, то как случилось, что все в моей жизни идет неправильно? Как так получается, что весь ад срывается? Потому что Бог облагает налогом твою семью, и твою страну, и твои финансы, чтобы поместить тебя на место. Ты думал, что Бог пытался убить тебя, но Бог собирался привести тебя в родильную комнату. Ты думал, что Бог пытался уничтожить тебя, но Бог устраивал тебя, чтобы родить то, чем ты был беременный. Ты думал, что с твоим служением была покончена, но Бог устраивал тебя. И это только началось. Смотрите, я почти закончил. Ты беременна. Мария была беременна. И то, что она должна была родить, не могло быть рождено просто в любом месте. Она должна была родить ребенка, имя которого будет Иисус. Он будет потомком Давида, а город Давида был Вифлеем, а Вифлеем был в Иудее. Иуда от еврейского слова «Ядда». «Яддалитхей» на еврите «Яддалитхей» пишется «Ядда», корень которого означает «хвалить, воздевать руки». Это от «Ядда» мы получили слово «Иуда», что является первоначальным словом для слова «хвала» в Библии. Итак, изначально слово для хвалы — это «Иуда», «Ядда», «Яддалитхей», означает «воздевать мои руки и поклоняться». Вторичное коренное слово «Яддалитхей» — это «Яддалитхей» — это «Яддалит», «Алеф» — «Алеф», 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 который означает «Ядда». Но это означает «быть сексуально интимным», когда муж познает свою жену. Адам познал Еву, адам Ядда без «Хей». Ядда, то есть он был в близости, ты не можешь хвалить и не забеременеть. Яд-далет-хей, яд-алев-далет-алев Теперь у вас есть яд-алев-далет, что является первоначальным коренным словом, которое означает «рука». Таким образом, изначальное коренное слово для хвалы означает «руку», что означает, что ты не можешь хвалить так, как ты хочешь хвалить. Вы слышали когда-нибудь людей, которые говорят, «Это не я, я не собираюсь этого делать, я буду делать это по-своему». У тебя нет этой роскоши делать это по-своему, понимаешь? Хвала — это не насчет тебя, это насчет Него, поэтому тебе нужно узнать, как Он хочет, чтобы Его хвалили. Яд означает «рука». Оно также означает «власть, авторитет, владычество». Библия говорит, что когда увидели, что идол из Дагона упал, в Ветхом Завете Библия говорит, что его руки были сломаны. Дети Израиля знали, что Бог прорезает врага, потому что когда идол упал, Бог сломал руки. Яд означало... Эта статуя может быть симпатичная, но у нее нет никакой силы. Она может быть красивая, но у нее нет никакого владычества. Итак, изначально коренное слово — это «рука». Оно означает «власть», оно означает «авторитет». Но если вы прочитаете немного дальше, яд означает «ось». Ось. Я не особо механик, но я знаю, что ось располагается точно в центре круга, чтобы вращать его. Таким образом, коренное слово для слова «Иуда», то, где Иисус будет рожден, коренное слово для «Иуда» — это «рука». Это также «ось». Коренное слово для «хвалы» — это «ось». Ось вращает вещи вокруг. И если тебе не нравится то, как направляется твоя жизнь, то когда ты начинаешь воздевать свои руки... Один автор песен выразил это так. Когда приходит полночь... Доктор говорит «Ваши результаты выглядят плохо. Мы получили результат вашего анализа. Я сказал «Подождите, мне нужно минуту, доктор, прежде чем вы закончите». Босс говорит «Мы увольняем работников и ваше имя в списке. Скажи «Я не беспокоюсь об этом». Члены семьи сходят с ума, смотрят на тебя, как на глупца. Они уже собираются переписать на себя твою машину. Но когда ты входишь... Понимаете, мы не делаем этого, потому что мы сумасшедшие. Люди приходят в наши церкви, и они говорят «Они там сумасшедшие!» Мы делаем это, чтобы не сойти с ума. Знаете, если бы я не хвалил Бога, я бы уже сидел на наркотиках где-нибудь на улице за углом, но единственная вещь, которая держит мою жизнь и хранит меня от сумасшедшего дома, это то, что я могу прийти сюда, поднять руки вверх и сказать ему «Я люблю тебя, люблю тебя!» Ты могущественный Бог! Ты великий Бог! Смотрите, смотрите сейчас, смотрите! Садитесь! Я почти закончил с моим заключением, серьезно. Я закончил, правда. Он не только должен был родиться в Иудее, но Библия говорит, что он будет рожден в Вифлееме. Весь мир был обложен налогом. Могу я пророчествовать вам? Когда правительство распалось, и когда наша экономика стала распадаться, это было потому, что церковь не была в том месте, чтобы родить то, что Бог... И Бог позволил всему аду сорваться, чтобы мы могли обнаружить тех, кто любит его, и тех, кто не любит, чтобы церковь могла быть распознана. Библия говорит, что они не только пришли в Иудею, но им нужно было прийти в Вифлеем. Вифлеем на иврите — Беф-Лехем. Беф — это вторая буква еврейского алфавита, это также означает «дом». Лехем происходит от еврейского слова «лохоим», что означает «жизнь». Беф-Лехем означает «дом жизни». Но то же слово для слова «жизнь» — это хлеб, потому что в еврейском мышлении хлеб и жизнь синонимы, потому что хлеб — это основная еда, которая поддерживает твою жизнь. Только Иудей пришел бы к такому заявлению, будучи питаемым ангельским хлебом в пустыне в течение 40 лет. Поэтому для них жизнь и хлеб — синонимы. Теперь это единственное, казалось бы, правильное, чтобы Иисус, который есть сын Бога, кто будет даятелем вечной жизни, был бы рожден в доме жизни в земле хвалы. Но он будет называться не только даятелем вечной жизни, он также будет назван хлебом небесным, который исходит с небес. И кто будет есть от него не умрет, но будет иметь жизнь вечно. Понимаете? Хлеб должен быть рожден в доме хлеба. Потому что хлеб, который был в Марии, должен был быть рожден в доме хлеба в земле хвалы, потому что когда ты хвалишь, Бог будет приносить тебе жизнь. Когда ты хвалишь, Бог будет приносить тебе реальность. И когда ты хвалишь, Бог будет приносить тебе хлеб. У тебя может не быть хлеба, ты можешь не понимать, как ты справишься, но ты всего в одной хвале от Божьего обеспечения. Понимаете? Потому что хвала... Знаете, хвала — это не просто физзарядка. Это не просто ритуал. Ритуал — это повторяющееся исполнение формального действия, чтобы повторять прошлую духовную истину. Вот что такое ритуал. Хвала — это не ритуал. Вводное крещение — это ритуал. Ритуал необходим, потому что когда я крещу тебя сегодня, это соединяет тебя со Христом, который умер 2000 лет назад. Но хвала в соответствии с сакраментальными богословами или, как мы называем их, представителями канона, которые изучают словословие и литургию, хвала перестает быть просто словами в то время, когда ты в это вовлечен. Когда хвалишь, ты не понимаешь, что происходит. Ты фактически принимаешь участие в том, что происходит. Вы не слышите меня. Вы не понимаете меня. И поэтому, когда я поклоняюсь, когда я хвалю, я услышан, я воссоединен, я соединен с чем-то, что произошло уже, и сейчас это становится настоящей истиной для меня. То есть, когда я хвалю, когда Иисус рожден в земле Иуды в городе Вихлиеме, тогда хлеб, который был доступен 2000 лет назад, начинает проявлять себя сейчас на моем столе. Не из-за ритуала, но потому что в момент, когда я хвалю, время подчиняется. В момент, когда я хвалю, время подчиняется. пространство и перемещение подчиняется. В момент, когда я хвалю, тогда то, что однажды было понятно с точки зрения квантовых понятий и квантовой динамики, теперь становится понятным в литургическом понимании. Когда я хвалю, Бог не где-то далеко. Он присутствует. Понимаете? Он живет в хвале. Ритуал вспоминает Бога в небе, но хвала приносит Бога небес на землю. Вы слышите меня? Слышите? Вы понимаете, что причина, почему наша хвала должна совпадать с небесной хвалой? Это потому, что хвала, которая совпадает с небесной хвалой, соединяет нас с небом, где нет недоставка, где нет опустошения, где нет тьмы, где нет болезни. И когда я хвалю на земле, и я говорю, свят, свят, свят. И ангелы на небе поют, свят, свят, свят. Тогда есть соединение между небом и землей. Вы не понимаете. Вы поняли? Бог восседает посреди ангелов, которые говорят, святой. Но если мы говорим святой, так сильно. Бог не знает, где эти ангелы находятся. Звучит святой там и звучит святой здесь. И везде, где звучит святой, он там, потому что Бог святой. И поэтому, когда мы начинаем хвалить, Бог вдруг приходит в наше служение, потому что мы хвалили. Смотрите. Мария. Библия говорит, приходит туда, и весь мир обложен налогом. Могу я сказать вам, что все, что шло не так в твоей жизни до сих пор, это был Бог? Могу я пророчествовать тебе, что весь ад и все, через что ты прошел, это был Бог? И ты говоришь, почему Бог обращается со мной так жестоко? Это потому что Бог сказал, было что-то в тебе, что было настолько ценно, что Он не мог позволить этому быть рожденным просто где угодно. Иисус должен был быть рожден в городе и в земле, где люди могли бы правильно к этому отнестись. Понимаете, то, как ты взращиваешь твое видение, определяет то, совершится оно или нет. Если ты родишь свое видение в неправильном месте, некоторые ребята убьют его. Если ты родишь свое видение среди неправильных людей, некоторые люди станут завидовать ему и попытаются разрушить его. Если ты родишь свое видение в неправильном месте, некоторые люди обескуражат тебя и заставят тебя думать, что ты недостаточно хорош для того, что произошло в твоей жизни. Если ты родишь, где Бог предусмотрел, то Библия говорит, и это только для Рождества, Библия говорит, что когда она родила Иисуса, первое, что она сделала, она спеленала его.